КОНЕЦ КОНЕЦ Долго, вернее, не знал, что он пишет в этих жанрах. Кстати, вот как выглядит одна из обложек книги. Перед тем, как перейти собственно к концу, я позволю себе небольшое выступление. Помню, мне было уже лет 25, когда мне впервые попалась его фантастическая эпопея «Голубятня на желтой поляне». Я её взял только потому, что тогда был ещё дикий книжный дефицит. Это было ещё в последние годы существования Советского Союза. Так я считал, что я уже вырос из детских книг. Ну, вот книжный дефицит подвигнул мне эту книгу взять. И вот на тебе, открылась бездна. При этом в детстве детские книги Крапивина я, кстати, читал. Особенно помню, мне в память врезались оруженосец «Кашка» и рассказ «Болтик». Когда я прочёл «Голубятню», я сразу понял, что у Крапивина есть его собственная модель Вселенной. И эта модель, или, так сказать, его космогония, меня очень заинтересовала. Я сразу понял, что у неё много общего с космогония моего любимого писателя Ивана Ефремова. Помню, дальше я прочёл массу произведений Крапивина и детально изучил её модель Вселенной. Как он её называл? «Великий кристалл», ну или «Вселенная великого кристалла». Можно так же сказать «Вселенная великого кристалла». Ошибки не будет. Именно об этой модели я и хочу поговорить. И дать её сравнительный анализ с моделью Вселенной Ефремова, ну или Роберта Бортини. Если получится, конечно, я понимаю, насколько это непросто. Я всё больше склоняюсь к тому, что творчество Крапивина конспирологическое. Но окончательный вывод ещё не сделал. И вот очень надеюсь, что этот цикл отзывов на его книге поможет мне сделать такой вывод. И думаю, понятно, почему я начинаю этот цикл отзывов именно с повести «Я иду встречать брата». Возможно, именно эту повесть можно и считать первую повесть о параллельных Вселенных великого кристалла. Хотя он мне ещё и не особенно останавливается на своей модели Вселенной, но начинать всё же нужно именно сначала. Эту повесть Владислав Крапивин написал, когда меня ещё не было на свете. В 1961 году. Году полёта Гадарина. Опубликовал в 1962 году. Это повесть о любви. Но не о любви мужчины и женщины. А повесть о любви человека к людям и людей к человеку. Именно певцом такой любви смело можно назвать Крапивина. И, видимо, поэтому герой его произведений – дети. Поскольку в детском возрасте чувство любви ещё не имеет сексуальной окраски. Сюжет для 1961 года был довольно новый. Действие происходит в далёком будущем. В 2305 году. И уже улавливается, что это будущее не нашего мира. Описанная им земля будущего очень похожа на нашу. Но в то же время чувствуется, что, как говорится, что-то не то. Впрочем, с этим давно уже никто не спорит. Данную повесть, например, лаборатория фантастики, относит к книгам, примыкающим к цитру «Великий Кристалл». Главный герой повести мальчик – Нальсник, у которого погибли родители. И он живёт в интернате. И самое главное желание этого мальчика – оппонента, потерявшего родителей. Он хочет найти хотя бы одного родного человека. Но так сложилось, что родственников у него больше нет. И вдруг выясняется, что один родственник, оказывается, таки есть. 300 лет назад в дальний космос улетел звездолёт Могеллан. Релятивистский звездолёт. И командиром этого звездолёта был один из предков, мой мальчик – Александр Снег. Звездолёт должен был вернуться через 120 лет. Но он не вернулся. И все считают, что он погиб. Но у мальчика возникает удивительное чувство, что это не так. И он скоро встретится с единственным родным для него человеком. И чудо происходит. Вскоре Земля узнаёт, что Могеллан возвращается. И Земля сообщает звездолёту, что командир звездолёта Александра Снега на Земле ждёт его единственный родственник. Маленький мальчик. Из-за релятивистского замедления времени, кстати, Александр Снег не годится на Алю даже в акции. Он ему годится только в старшие братья. Но есть ещё одна вещь, которую они знают. Ни Земля, ни мальчик. Я не могу рассказать, что это за вещь, чтобы не раскрыть сюжет. Но именно вот эта вещь, вот эта ситуация и создаёт условия, в которых удивительным образом люди, люди – это экипаж звездолёта Могеллан, могут проявить свою любовь. Любовь к маленькому человеку. К этому 12-летнему мальчику. Навалю с ним. И, видимо, эта любовь и есть самая настоящая. Безусловно рекомендую по вещь к прочтению. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. See you all. Voilà. As to, наверное, не passa на видео. Терри